В Чебоксарском театре оперы и балета состоялся уже ставший традиционным выпускной балда «Школят». Для ребят, их родителей и воспитателей это большой праздник. Этот проект позволяет сказать спасибо всем, кто уделял воспитанникам много внимания и отдавал свои силы и время. Специально для этого мероприятия малыши разучивали вальс, польку и полонез. Конечно, здесь нельзя не вспомнить произведение «Льва Толстого. Война и мир» и первый балл Наташи Ростовой. Возрождение этой традиции очень много значит для воспитания детей. Конечно, здесь нужно соблюдать соответствующий дресс-код. Беспроигрышный вариант – это нестареющая классика. То есть пышное платье для девочек и строгий костюм с бабочкой для мальчиков. И, разумеется, необходимо соблюдать бальный этикет, который устанавливался в течение долгого времени. Конечно, они уже будут совершенно другими, когда придут во взрослую жизнь. Безусловно, это правильно. Из точки зрения их даже самооценки – одно дело мальчик, умеющий танцевать бабочкой, и девочка, которая всегда ответит на приглашение кавалера в будущем, который пригласит ее на танец. Это уже другой уровень, это другое в сердце, это другое восприятие в нее. Поэтому не зря сегодня мы говорим спасибо родителям, которые понимают это и проносят это через сердце, и помогают своим детям, безусловно, воспитателям. А вы видели, какие эмоции у воспитателей, какие они красивые? Они же вызывают восхищение. Они своим примером сегодня показали, что значит настоящая женская красота. И показали это, например, маленьким детям. С каждым годом число участников бала Дашкаля только растет. И если в прошлый раз его посетили около 200 ребят, то сейчас в роли юных барышей Ника Валерова выступило уже более тысячи воспитанников детских садов. Конечно, на следующий год мы планируем увеличить детей, потому что жилающих со стороны даже родителей уже очень много. Конечно, говорят, почему не мой ребенок, почему вот не взяли бы его малыша. Поэтому, чтобы не обидеть родителей, мы на следующий год, я думаю, что всем пригласим 7 тысяч детей на Красную площадь. Почему бы и нет? Ребята уже понимают, как нужно себя вести на таких мероприятиях. Здесь необходимо быть сдержанным и голодным. Ну, дети, конечно, как дети, они все равно себя ведут, как сказать, и бывает у них пошалить, и поиграть хочется. А тут на бале вели себя очень хорошо, очень замечательно. Такой праздник, безусловно, должен запомнить и детям. А впереди их ждет школа, новые знакомства и впечатления. Елена Яковлова, Андрей Орлов, Житель Столицы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!